В этом году ЕГЭ претерпевает новые изменения. Теперь, чтобы выпускник был допущен до сдачи госэкзаменов, необходимо справиться с написанием итогового сочинения рассуждения. Сегодня во всех школах Чувашии писали тестовое сочинение. Подробнее в следующем сюжете. Сев в этом году за парты, 11-классники услышали важную новость. 3 декабря нужно будет писать итоговое сочинение с примерами из литературы. На подготовку три месяца. Нам оказал громадную, можно сказать, помощь наш родной Чувашский республиканский институт образования. Потому что там замечательные филологи и они настолько дали нам большой объем информации, как готовить детей, по каким приблизительно темам, какие произведения желательно прочитать нашим выпускникам. 11-классникам были предложены три темы. Какие произведения Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу? Можно ли обойтись без книг? И почему важно уметь сострадать другому? Не зря этот экзамен назвали сочинением рассуждения. Ребята должны были выстроить логическую систему умозаключений, чтобы ответить на эти вопросы. Главное справиться с волнением. Думаю, перед пробным волноваться сильно это не стоит, потому что, во-первых, мы готовимся, то есть нас уже предупредили. И в принципе, за вот этот вот срок, я думаю, мы уже настроились даже психологически, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. В принципе, мне кажется, если человек любит читать, у него развитый кругозор, то он напишет это сочинение, и особых проблем оно у него не вызывает. Если кто-то не получит зачет за итоговое сочинение 3 декабря, то исправить ситуацию можно будет в феврале или в мае. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.